В последний день чемпионата России по кикбоксингу спортсменов и болельщиков ждал настоящий сюрприз. На финальные поединки приехал легендарный Фёдор Емельяненко. Многократный чемпион мира по смешанным единоборствам внимательно и оценивающе смотрел каждый бой. Мне понравились самые лёгкие веса мужского среди мужчин и самые лёгкие весы среди женщин. Было очень интересно смотреть, наблюдать, как передвигаются спортсмены в ринге. Точность комбинаций. Очень понравились вот эти две пары. В лёгком весе наших спортсменов не оказалось, а вот женский финал весовой категории до 70 кг получился липецким. На ринге встретились Виктория Калинина и Наталья Юрченко. Лучше подготовленной к домашнему старту была последняя. С большими усилиями, с тренировками, всё, что по плану. По сфере домашнего хорошо чувствуется, приятно, спокойно. Самым зрелищным стал мужской финал весовой категории до 75 кг. За звание победителя боролись обладатель Кубка мира и чемпион Евразии среди профессионалов Башир Таждинов, он в красном шлеме, и победитель первенства мира по боксу Магомед Мадиев. Оба спортсмена из Дагестана. Работа ног Таждинова принесла ему золото на этом старте. А уже в мае ему предстоит бой за титул чемпиона мира среди профессионалов. Я думал, что будет намного тяжелее, если честно. Соперник был очень достойный. Я себя морально, эмоциями готовил. Команда Липецкой области завоевала 9 медалей. Среди женщин бронзовые награды получили Алена Кузьмина, Светлана Поспелова и Анна Михайлова. Данил Остраухов и Владислав Рыбин стали вторыми в своих весовых категориях среди юниоров. А Иван Ковалев довольствовался бронзой. Юниорка Мария Меркулова стала победительницей. Финалистам предстоит отстаивать честь национальной сборной на первенстве и чемпионате Европы. Ирина Васильева, Олег Голобоков, Тимофей Астахов, ТВК Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова